Рядовой Григорий Сацук наконец обрел покой в родной земле. Солдат погиб в далеком 42-м. Его останки обнаружили этой весной в четырех километрах от Ржева. Именно там шла в наступление 389-я стрелковая дивизия. Опознать солдата помог вот этот специальный медальон. За долгое время проведенные в земле содержимое капсулы истлело, но установить имя и фамилию смогли с помощью специальной и сложной экспертизы. Проститься с дедом приехали его внуки. Кто-то из Красноярска, кто-то из Бурятии. Война оставила без отца четверых детей. Их воспитанием занималась супруга погибшего Григория Сацука. Похоронка была, но похоронка она как без вести пропавшая. И для нас это буквально как бы неожиданность такая. Когда он ушел на войну, самый младший был, сколько? Девять месяцев? Да. Девять месяцев. Самая младший с его дочерью. А в основном знала как бы о деде. Это вот мама Бориса как раз. Она была самая старшая. Когда он ушел на войну, моему папе было тоже четыре года. Дети были очень маленькие. Это первое перезахоронение останков солдата в Ужурском районе. Проститься с погибшим земляком пришли ветераны Великой Отечественной войны. С Ужурской земли было признано и отправлено 12 912 человек. Не вернулось из полей сражения 5 384 человека. Более 2,5 тысяч пропавших без вести. Благодаря работе поисковиков места захоронения четверых без вести пропавших уроженцев Ужурского района удалось установить и увековечить их имена в банке данных и на надгробиях братских могил. Буквально 29 августа мы вернулись в вахту памяти из Новгородской области. К нами были подняты 13 бойцов и 2 медальона, которые сейчас находятся на экспертизе. С Григорием Сацук простились со всеми воинскими почестями. Его похоронили в старой части кладбища рядом с могилой супруги, которая ждала его всю свою жизнь. Бабушка его ждала, я так думаю, все время ждала. Хоть и пришла похоронка, но мне кажется, она не верила в это, думала, что он все-таки вернется. Ну вот теперь бабушка рядом. И нам, конечно, важно. Помощь в организации доставки останков рядового оказало и правительство Красноярского края. Такие события в регионе случаются редко и имеют особое значение. Война не окончена, пока не похоронен последний солдат. Александра Репьева, Дмитрий Шевцов, Енисей. Новости. Новости.